Индустриальный парк станет крупнейшим инфраструктурным проектом на территории Таманского полуострова. Планируется возвести шесть заводов по переработке химических веществ, предприятие по переработке сои и производству комбикормов, тепличный комплекс, а также пять грузовых терминалов. Часть объектов уже собираются сдать с опережением сроков в 2018 году. Всю гидротехнику, значит, четвертый и третий причал мы реализуем к середине следующего лета года. Первый и второй причал к концу года. Самое главное, что в 2021 году уже планируется полностью запуск всего комплекса. Это для нас и еще, с почеткой, для Краснодарского края это прорыв, просто самошедший прорыв для Азовского побережья. Это всегда была проблема с занятостью, всегда здесь была эта проблема. И есть шанс его не решить. Игорь Ильич, при вашей поддержке, при целом, конечно, этот проект должен не просто сегодня сохраниться, а иметь развитие, он перспективен в целом для экономики, не только региона, но и страны. После подписания документа о создании Портово-индустриального парка, это первый визит федеральных чиновников и руководителей краевой власти на объекты. Соглашение о строительстве скрепили подписями в этом году на Сочинском форуме в присутствии премьер-министра. Дмитрий Медведев тогда поддержал реализацию проекта, а уже сегодня обсуждают темпы возведения терминалов. Создание индустриального парка позволит ликвидировать дефицит в перевалке грузов на юге страны, а также решить проблему с переработкой сырья. Мы, как правило, экспортируем сырье. И это тот пример, когда мы из своего сырья делаем товар с добавленной стоимостью и уже конкурируем со странами, которые делают высокотехнологичные продукты. Поэтому я считаю, что это именно экспортный потенциал России. Краснодарский край получил, я уверен, что уже получил современнейшее индустриальное производство. Наличие такого индустриального кластера с такой современнейшей переработкой, транспортировкой, это, конечно, позволит создать новые и сопутствующие предприятия и производства, которые будут уже окружать вот этот кластер, который сегодня инвесторам создается. Вот когда развивается такой порт, развивается масса всего округа. Я считаю, что то, что мы сказали, это только начало. Здесь можно за этим и следующее развитие, которое будет работать на очень-очень долго. По словам Мишеля Литвака, освоено уже 2 миллиарда долларов. В реализацию проекта планируют вложить еще 6. К слову, компания «Атека» – давний партнер Краснодарского края. Свой бизнес на Кубани она ведет уже 16 лет. Ольга, 10-го, телекомпания, ФКТ.